Сегодня будем с вами рассматривать книжку под названием «Руководство разумного инвестора» автор Джон Богл. Джон Богл, чтобы вы понимали, это второй человек в мире, соответственно, инвестиций после Баффета. Мне немножко непонятно с названием, почему вот это вот «разумный инвестор», вот это вот слово «разумный инвестор» фигурирует везде, в том числе и в лоховодческих книгах. Я не называю, конечно, эту книжку лоховодческой, об этом чуть-чуть попозже, но это очень странно. Неужели это пародия на книжку, которую советует, соответственно, Баффет «Разумный инвестор»? Тоже вот тот еще вопрос. О чем эта книга «Руководство разумного инвестора»? Надо сказать, что книга мне понравилась, поскольку автор затрагивает такие, собственно говоря, моменты, которые обычно никто никогда не говорит. В общем, для тех, кто не знает, кто такой Джон Богл, это второй в мире инвестиций, основатель индексного фонда, более известных сейчас их называют ETF, то есть люди, чтобы не покупать, например, пакет бумаг определенных, которые входят в индекс SP500, он решил сразу сделать определенный фонд. И теперь вы можете, допустим, на небольшие деньги купить какую-то часть этого ETF, купить, соответственно, немножко ETF на свои микрокопейки, и тем самым как бы инвестировать в SP500. Вот основная задумка Джона Богла. Она неплохо реализовалась, и мы сейчас видим, что в мир захватили, соответственно, ETF. У нас есть БПИФы, так называемые биржевые паевые инвестиционные фонды, это российский аналог ETF. И каждый из вас может тоже принять в этом участие, каждый может инвестировать свои деньги и так далее. Автор всю вот эту книжку, автор приводит очень много статистики. Чем меня эта книга привлекла? Тем, что здесь есть очень много статистических данных. Более того, здесь автор поднимает такие вопросы, которые обычно не звучат в инвесторском сообществе. Например, автор говорит, что, ребята, если вы, допустим, инвестируете какие-то средства, нужно иметь в виду, что существует понятие инфляции. Что если вы, допустим, отдаете 2% на инфляцию, это не так и мало, как вам кажется. Автор также говорит, что, ребята, существует понятие комиссии. Если вы, например, платите 1% комиссионных, это не так и мало, как вам кажется. Автор говорит, что, ребята, существуют налоги. Если вы думаете, что бог с ним как бы с налогами, но это тоже как бы не так и мало. Задумка автора примерно в следующем. Дело в том, что любые инвестиции с точки зрения автора, они привлекательны именно сложным процентом. Здесь трудно не согласиться. Понимаете, я вкладываю деньги, допустим, в облигации, допустим, с купоном 6%, это как бы с виду кажется, ну что такое там 4-6%, но это же просто копейки. Но автор говорит, ребята, 4-6%, но вы учитываете сложный процент, поскольку на эти 4-6% вы заработаете еще, потом еще, 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 еще. И автор здесь приводит статистику с небольшими, собственно говоря, вкладами, что у вас в конечном периоде за 25 лет образуется огромная, собственно говоря, сумма. Здесь нельзя не согласиться с автором. Инвестиции, долгие инвестиции, они интересны именно этим, они интересны именно сложным процентом. Джон Богл говорит, что, ребята, не нужно заниматься спекуляциями. Если вы хотите зарабатывать на финансовых рынках, самое худшее, что вы можете сделать, это заниматься спекуляциями, пытаться покупать акции и удерживать их в краткосрочный период. Самое лучшее, что вы можете придумать, это сделать несколько сделок и забыть вообще, что такое финансовые рынки. Через 20-25 лет вернитесь к этому вопросу и вы обратите внимание, что сложный процент сделал, собственно говоря, свое дело. Но эту книжку можно было бы назвать немножко по-другому. Эту книжку можно было бы назвать «Плюсы ETF». И это бы название «Плюсы ETF» идеально бы подошло к этой книжке, поскольку здесь рассказано все о плюсах ETF. Но здесь практически ничего не рассказано о минусах. А так, например, под плюсами ETF можно сказать, что на свою небольшую сумму вы можете купить целый рынок. И Джон Боггал опять-таки про это пишет, что «Ребята, зачем вы пытаетесь покупать акции, например, какого-нибудь сектора, но сейчас, например, у нас модно покупать акции IT-сектора?» Ну, соответственно, Microsoft, IBM и так далее, и так далее. Автор говорит, что «Ребята, вы дураки». Вы дураки, поскольку вы можете попасть в определенную переоценку сектора. И автор говорит, что «Ребята, это самое глупое, что вы можете сделать, заниматься спекуляциями. И самое глупое, что вы можете сделать, это, соответственно, вкладывать в какой-то определенный сектор. Самое лучшее, что вы можете сделать, это вложить во весь рынок». И здесь уже он, соответственно, переходит к плюсам ETF. Он говорит о индексных фондах. «Рекомендую ли я вам покупать книгу «Руководство разумного инвестора»?» Да, я рекомендую вам покупать книгу «Руководство разумного инвестора», поскольку Джон Богл, он говорит то, о чем обычно не говорят, то, о чем обычно молчат. О том, что «Ребята, нужно считать копейки». Что если вы, например, видите два фонда, и один фонд, например, берет комиссионный 1%, а другой фонд берет комиссионный 0,98%, то лучше отдать деньги в 0,98%, поскольку есть магия сложного процента. И на каждую копейку вы не получите еще одну копейку, и на долгосрочном периоде у вас образуется очень большая сумма средств. Как-то раз я анализировал свой брокерский счет, я посмотрел, у меня процентов 10, когда я занимался внутридневными спекуляциями, процентов 10 уходит просто на комиссионный. Процентов вот просто, просто в никуда, просто в никуда. А плюс еще налоги, а плюс еще инфляция, а плюс еще вводы-выводы, а плюс еще с карточки снял, тоже что-то забрали. И в итоге набегает определенная круглая цифра. Но я рекомендую вам покупать не вот эту книжку, а я рекомендую вам покупать в целом большую вот эту книжку. Она называется «Не верьте цифрам», тоже автор Джон Богл. Здесь вот эта книжка, она присутствует. Но помимо этой книжки, здесь еще присутствует куча других. Это своего рода, как некий, знаете, сборник статей, сборник книг, которые в свое время издал Джон Богл. И помимо всего прочего, в этой книге «Не верьте цифрам» вы сможете узнать также мнение автора про капиталистическое устройство, в целом про развитие американского рынка, в целом про то, как развиваются ценные бумаги. Но ее, конечно, немножко муторно читать, поскольку видно, что человек в силу, я не знаю, каких-то психологических явлений, он прям ходит по кругу. Ребята, не занимайтесь инвестициями, занимайтесь, не занимайтесь спекуляциями, занимайтесь инвестициями, вкладывайте в биржевые фонды. Ребята, не занимайтесь спекуляциями, вкладывайте в инвестиции, вкладывайте в биржевые фонды. И вот постоянно вот это вот ядро, на которое наславлено все его труды и все, собственно говоря, его размышления. Но с другой стороны, сейчас мне в комментариях напишут, да кто ты такой, чтобы тут критиковать Джона Богла. И я абсолютно с вами соглашусь, кто я такой, чтобы критиковать Джона Богла. Поэтому я рекомендую вам эту книжку. Хоть она и нудная мне немножко показалась, но она достаточно интересная. Купите, тем более, что стоит она не так и дорого, всего лишь 1200 рублей. Я, наверное, помню времена, когда эту книжку можно было купить за 250 рублей. Вот теперь она стоит 1200 рублей. Покупайте, я думаю, что вы что-то для себя узнаете. Ну а с вами был Артем. На моем канале все про инвестиции и также спекуляции. Подписывайтесь на новые видео, зарабатывайте. Удачи, счастливо.